Киев, 28 ноября. Ежегодное объявление номинанта в премии «Телетриумф». До этого на протяжении двух недель 129 членов экспертного жюри тщательно отбирали лучших мастеров своего дела в телепроизводстве. Из более чем 300 анкет в финал попали 167. Среди них удостоились высокой оценки и сотрудники телеканала «ТВ-5». Ведущий и ведущая программы будет по формату «Регион». Андрей Богданович. Неделя. Итоги. Отметили эксперты и программы собственного производства «ТВ-5». Среди лучших информационных программ «День Итоги». Эта программа выходит в эфир ежедневно по будням в 19.00. Для нас это прежде всего подтверждение уровня того контента, который мы производим. Это безусловно труд всех сотрудников, всей телекомпании. Я особенно рад за номинацию нашей новостейной программы «День Итоги», потому что новости – это, наверное, самый сложный жанр, если можно так сказать. Это объективность, это актуальность, это аналитика. Значит, мы соответствуем уровню, раз телевизионные академики отметили нашу программу. Топ-тройки телетриумфа и один из пяти документальных фильмов собственного производства телеканала из цикла «Легенды». «Дом малютки. Последняя колыбельная». Это первый мой опыт работы в подобном жанре, это первый мой документальный фильм. Я, признаюсь честно, я не ожидала, что попаду в номинацию. Эмоции, конечно, непередаваемые. Особая радость – это документальный фильм, потому что это собственное производство. И когда мы только начинали производство документальных фильмов, я говорил, что для регионального телеканала это событие. Не каждый национальный канал может позволить себе производить документальные фильмы. Как и в прошлом году, у ТВ-5 четыре номинации, а номинантов уже пять. Одновременно два журналиста представляют телеканал в номинации «Репортер регион». Одна из них – Мария Маракелян, журналист Департамента информационного вещания. В журналистике я вообще сравнительно недолго. И то, что вот уже такой уровень, то, что так оценили коллеги. И коллеги из других, наверное, телеканалов, может быть, голосовали как-то, да. Люди, которые имеют прямое отношение к телевидению, опытные люди. Это действительно очень приятно. Компанию ей составила обладательница статуэтки 2015 Евгения Мельник. Уже второй год подряд она вместе со съемочной группой ездит в зону АТО. Оттуда привозят эксклюзивные кадры последствий войны, откровенные интервью с военными и реальные истории из жизни. Когда работаешь, часто бывают какие-то трудности. Мы постоянно бегаем, падаем, травмируемся, сидим в окопах, что-то происходит, рискуем. Потом ты понимаешь, что все это не зря, потому что люди видят правду. Особенно, когда потом оценивают наши работы, наши труды на таком высоком уровне, на всеукраинском уровне. Это, конечно, очень приятно. Спустя две недели наши номинанты прибыли на церемонию. Главная телевизионная премия страны «Телетриумф-2016» без традиционной помпезности. Гости и номинанты садятся в неподвижный белый лимузин и моментально оказываются на красной дорожке, которую организаторы скромно назвали «эконом». «Талант должен быть голодным», гласит один из иронических слоганов церемонии. На смену прошлогоднему театру оперы и балета пришел столичный ивент-холл. От телеверсии организаторы тоже решили отказаться. Вот эта фигурка главная сегодняшнего вечера. Ваши аплодисменты. Церемония вручения премии «Телетриумф-2016» объявляется открытой. Все пять номинаций в этом году это в какой-то степени работа информационного департамента. Это два наших журналиста, это новости, это ведущие информационно-аналитической программы и это документалка, которую делала наша же бывшая сотрудница. И это очень приятно. Я уверен, что все, что мы делаем, ну вот эти последние два года в Запорожье, это все не зря. К тому можно вот примеры привести, прошлые «Телетриумфы» и эти номинации. Честно говоря, у меня волнение не меньше, чем в прошлом году. В этом году удача оказалась на стороне коллег из Днепра и Донецка. Однако без статуэтки мы не остались. Звание лучшего регионального репортера год спустя подтвердила Евгения Мельник. Безумно неожиданно, очень приятно. Я, наверное, не устану и не перестану повторять, что я безумно рада работать в команде профессионалов, когда все как один, единый клав, и когда при этом люди любят свою работу, тогда обязательно все получится. Но нам всем хочу пожелать мира, хочу пожелать побед во всех делах и в жизни только хороших новостей. Впрочем, быть в тройке лидеров уже победа. Конечно же, всегда хочется стремиться к чему-то большему, всегда хочется победы. Но учитывая тот факт, что это моя первая работа, первая работа в документальном жанре, в таком хронометраже, в принципе, что мы с Домом Малютки оказались в номинации, это уже большая победа лично для нас. Мечта осталась, чтобы все-таки телеканал стал центральным. Мы к ней идем, это важно. А еще, нет, пускай эта мечта сначала исполнится, а потом уже будут другие. Очень хочется. А мечтам свойственно сбываться, особенно если этим занимается команда профессионалов и настоящих друзей. Победа! Субтитры создавал DimaTorzok